Всем привет! В этом видео попробуем максимально разогнать оперативную память для DR2 и посмотрим как она будет влиять на FPS на примере игры Metro Exodus плюс синтетика. Посмотрим на пропускную способность памяти в тесте AIDA. Кто еще сидит на 775 сокете, будет интересно. Настройки BIOS STOCK, память 800, PROC, 3GHz. У многих такая стандартная система на материнке без возможности разгона. Вот 4 плашки, вся память одной серии. Такие данные получаются в STOCKе. Для большей точности прогнял тест несколько раз. В конце видео для удобства сведу все тесты вместе. С разгоном, естественно, пропускная способность памяти будет увеличиваться. Соответственно, в играх вы увидите разницу в кадрах. Продолжение следует... Видим в среднем 35-45 FPS. До 50 поднимается. А сейчас разгоним процессор на 3.6 Гц по шине и получим 1600 МГц вместо стоковых 1333. Это нам дает хороший прирост записи и копирования, меньшей задержки и большую пропускную способность L1 и L2 кэша процессора. Казалось бы, в игре должны увидеть какой-то прирост, но скажу разницы вообще не заметил. Видимо, что в реальности разгон процессора и шины лучше, чем в стоке производительность в синтетике, ничего не дает. Но мы не сдаемся. Идем дальше. Далее выставляем частоту памяти, на которую найдет завода 1066 МГц и процессор на той же частоте. И в итоге получаем еще большую пропускную способность чтения и копирования памяти, скорость L2 кэша процессора и еще меньшие задержки. Разницу уже можно заметить. Всего лишь плюс какие-то 266 МГц по памяти. Далее нам плюс 15 кадров. В среднем получаем 50-60 фпс. Ну что, как вы думаете, где предел DDR2? Повысим в общем тайминге. Пожарим еще дальше память. 1187 МГц. Вот. Хорошо работало, но недолго. Тесты в ИДИ, конечно, проходят. А вот в игру я нормально так и не смог зайти. Мать поддерживает, конечно, память до 1300 МГц. Видимо, это предел этих корсаров. Есть, конечно же, очень редкая память. И она существует в природе, да, действительно. На 1300 МГц, на 1200. Я думаю, моя бы материнка с ней неплохо бы справилась. Кому будет интересно, ссылочку на этот сайт оставлю в описании. Конечно, в реальности такую память вообще будет нереально найти. Если даже вы найдете, будет цена очень залышенная. Ну и напоследок, последний тест. Мне пришлось немного снизить частоту оперативки и поднять еще больше частоту процессора, чтобы добиться стопроцентной стабильности без вылетов из синих экранов. Как видим, что хорошо прибавило в записи и копировании памяти, также выросла пропускная способность L2 Cache. В игре также есть прирост. Уже, конечно, не на 15 кадров, но от 5 до 10 в среднем 60. И максимально уже ближе к 70. Спасибо, что посмотрели ролик. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы. 775 сокет на пенсии, но еще живой. Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok